Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня я хочу посвятить эфир предстоящей встрече на уровне глав министерств от разных стран в составе такого органа, так называемый Совет по сотрудничеству между Европейским Союзом и Казахстаном. Дело в том, что этот орган заседал в прошлом году, в 2018 году, в последний раз, и такие встречи проводятся ежегодно. Казахстанскую сторону должен представить и возглавлять министр иностранных дел. Совет по сотрудничеству этого рабочего исполнительного органа, в который входят представители Министерства иностранных дел, государства и европейского сообщества. В чем состоит функция этого Совета по сотрудничеству между ЕС и Казахстаном? Дело в том, что между Казахстаном и Европейским Союзом подписан договор о сотрудничестве. И, соответственно, этот договор предполагает полномасштабные различные международные отношения, как торговые отношения, инвестиции, взаимные инвестиции. То есть там такой договор, который на самом деле важен в первую очередь для Казахстана. И есть ряд статей этого договора, которые предполагают, что со стороны Казахстана должны выполняться различные обязательства, в том числе связанные с правами человека. Многие из наших граждан не очень отчетливо понимают, что такое права человека, но я озвучу ряд фундаментальных пунктов, которые являются неотъемлемым правом человека и которые Казахстан обязан исполнять в рамках международных договоров, которые подписал с Европейским сообществом и с рядом других ведущих европейских и других стран, не только европейских, в частности Соединенных Штатов Америки. Ну, давайте мы какие-то основные пункты проговорим. Ну, например, право на свободу митингов, право на свободу политической деятельности, право на вероисповедание, чтобы наша страна не применяла никакие пытки в тюрьмах, чтобы судопроизводство было действительно независимое от власти, было независимое и свободное, не подвергалось политическому давлению. Очень много таких пунктов, которые для вас с точки зрения естественного понимания справедливости звучит как должно быть, но на самом деле это закреплено международными договорами, это существует в виде оформленных технических пунктов Конституции или законов во всех ведущих европейских странах и также таких странах, как Соединенных Штатов Америки. По сути дела это во всем мире. Другой вопрос, эти пункты исполняются или нет. Как известно, диктаторские страны эти пункты не исполняют, они лицемерно говорят о том, что права человека исполняются, что пыток нет. Назарбаев и, в частности, Сутокаев говорят, что мы живем в демократическом государстве, но вы прекрасно знаете, что если вы начнете критиковать режим, вы попадете в тюрьму или потеряете работу. Если вы попытаетесь выйти на митинг, вас и забьют. Если вы будете говорить, что хотите заняться политической деятельностью, попытаетесь зарегистрировать партию, вы прекрасно знаете, что вы его не зарегистрируете. Вы прекрасно знаете, что все средства массовой информации под контрольной власти, и они лгут, они шельмуют, они говорят неправду, и все эти средства массовой информации контролируются властью. И это все является прямым пунктом нарушения международных обязательств. Собственно, это к чему приводит? Подавление прав и свобод человека, тот факт, что судебная система является несправедливой, тот факт, что не проводятся честные президентские или парламентские выборы, привело к тому, что один человек в течение 30 лет контролирует власть в нашей стране. Он монопольно захватил власть, узурпировал, что прямо противоречит Конституции. В Конституции четко говорится, что власть принадлежит народу, что никто не имеет права его узурпировать, захватывать власть. А как мы все знаем, Зарбаев захватил власть, создал себе некий конституционный орган в виде Совета национальной безопасности, который никто не избирает, сама назначил себя пожизненно, президент стал номинальной фигурой, он вообще может только Акимов районов назначать, Акимов городов, областей, правительства, все назначает глава Совета национальной безопасности, и без него вообще президент страны ничего не может делать. Ну, собственно, и депутаты тоже назначаются, им лично через партию Нур-Атан, где он является руководителем этой партии. Как видите, эта монополия на власть привела к тому, что он получил гигантские властные полномочия, и, соответственно, он имеет полную монополию над экономикой страны. Нефть, газ, все крупные промышленные предприятия, цинковые, металлургические, золоторудные месторождения, все находится в руках Дур-Султана Назарбаева. Даже так называемый фонд национального благосостояния страны или национальный фонд, где свыше 60 миллиардов долларов, все решения по его расходам принимает лично Дур-Султан Назарбаев, руководя Советом национальной безопасности. То есть народ полностью отлучен от власти. То есть последствия монополии на власть, они являются катастрофическими для нашей страны. Это и коррупция, это обогащение его родственников, это безвыходная ситуация для вас, когда вы не можете никуда апеллировать, ни суды, никуда. Поэтому наши граждане все время говорят, а почему он молчит, почему США молчит, или вот говорят, что когда-нибудь Аллах с него спросит. То есть в этом мире, на этой земле, в нашем государстве, наши граждане не видят ни защиты своих прав, ни возможности реализовать, обратиться куда-то. И все, что осталось, это обращаться к Аллаху или к неким силам за рубежом. И часто обращаются ко мне, вы там, говорят, живете во Франции, почему вот Америка не накажет Назарбаева, или почему Европа не накажет. Понимаете, вот к чему привело то, что один человек контролирует всю власть в стране и ваши права нарушены. Вы вынуждены молчать, потому что каждый ваш выход на митинги, на акции, протесты, выражение недовольства приводит к тому, что этот режим вас репрессирует, сажает в тюрьмы. Вы прекрасно знаете, что в наших тюрьмах пытают, что тоже является прямым нарушением международных договоров и прав человека. То есть это глобальная проблема. И, собственно, 26-27 ноября Казахстан в рамках Совета по сотрудничеству проводит встречу. И вы знаете прекрасно, что если вы будете молчать, если вы будете сидеть тихо по квартирам, этот Совет по сотрудничеству пройдет по стандартному сценарию. будет сказано, что вот у нас идут реформы, политические реформы, что у нас 9 июня пришел новый президент, что он создал некий национальный совет, НСОТ так называемый. А зачем его создавать, когда есть парламент и какой-то странный орган? Ну, тем не менее, министрам иностранных дел, их здесь приезжает 9 человек, будут говорить, что видите, вот великолепно, покажут им байтереек, там все прочее, бешпармаком будет кормить, халаты одевать, на улицах не будет пикетирующих и недовольных, тишина и представители Запада с удовлетворением подпишут договора, протоколы, констатируют, что да, Казахстан выполняет все международные договора, что права человека соблюдаются, улицы спокойны, народ не возмущается. Вот, собственно, к чему это приведет. Теперь я хочу показать, какие есть у нас возможности. Ну, во-первых, Казахстан это наша страна, наш дом, наша квартира. Я все время говорю, что в нашем доме, нашей квартире, каждый хозяин должен наводить порядок сам, кормить свою семью сам, не выглядывать в окошко и говорить, сосед, приди, накорми моих детей, почисти мой двор, вымой полы. Это психология нашего человека, когда говорят, Америка, ты не видишь, у нас тут все плохо, почему ты у нас здесь не наведешь порядок? Или Европа? Приди, почисти нашей конюшни, накорми нас, что же ты там, богатые, сытые, нами не занимаешься? Это вот такая иждивенческая философия приводит к тому, что наши люди сами не хотят действовать, или действует только очень узкая прослойка людей, которые попадают под массовые репрессии, и с каждым днем их становится все меньше и меньше, потому что они получают массовую поддержку народа. Кто-то говорит, что митинги бесполезны, они бесполезны, когда выходит 10-20 человек, когда выходит десятки тысяч, режимы падают. Это последний пример Боливии. И таких примеров каждый год множество. От митингов есть польза только тогда, когда выходят тысячи и тысячи. Вот как нам нужно наводить в нашей стране порядок. Мы прекрасно знаем, что нужно делать, просто нужно преодолеть страх, резко объединиться, выйти, и тогда все изменится. Но, тем не менее, мы должны использовать все возможности, которые есть, для того, чтобы добиться перемен, в том числе и международную поддержку. Так вот, я хочу сказать, что ряд пунктов этих соглашений предполагают возможность замораживания торговых сделок, международных отношений. И это может быть причиной и связанной с тем, что в Казахстане нарушаются права человека. Если наши граждане обращают соответствующий орган, вот Совет по сотрудничеству, конкретно к этим персоналям, представителям разных стран, сейчас главой делегации является министр иностранных дел Финляндии, они в этом году возглавляют европейское сообщество, ЕС. Каждый год они меняются разные страны. Так вот, в этом году возглавляют делегацию министра иностранных дел Финляндии. Там есть представители Франции, Италии, Германии и других ведущих стран Европы. Так вот, представьте себе, что если главы этих делегаций видят в Астане, там, где их офис европейского сообщества, видят большое количество протестующих, которые рассказывают, Казахстан не исполняет международные договора, нас пытают, правительство коррупционное, нынешний президент Такаев это просто мебель, это декорация, он ничего не решает. Выходит матеря, которые говорят, это правительство нас обманывает, нам ничего не платят, не платят материнские пособия, мы получаем нищенскую заработную плату. Выходит ипотечник, которые говорят, что благодаря двум девальвациям Назарбаева, тогда, когда он говорил, что девальвации не будет, ребята, берите кредиты, богатейте, наша экономика растет вперед, как он сказал, в 2020 году вообще будет все шикарно. Как вы видите, до 2020 года осталось буквально чуть больше месяца. Вы верите, что через месяц вам станет жить очень здорово? Конечно же, нет. и когда президент страны Назарбаев обманывал нацию многократно, говоря, что не будет девальвации, когда он врал и говорил, что в 2020 году все будет шикарно, вы каждый раз понимали, что он вам врет, потому что вы живете в Казахстане и каждое его слово на следующий день жизнь показывает, что это ложь. А иностранцы, они приехали, уехали, приехали, уехали. И поэтому как они узнают? Да, они читают международные отчеты разных правозащитных организаций, но представьте себе, просто прочитать, что где-то в Китае пытают людей, разбирают людей на органы, это одно, а когда ты увидишь видео, когда на твоих глазах на видео показывают эти пытки, как людей отрицают органы, когда вы в Гонконге видите, как те же китайцы, но европейские китайцы, которые жили при демократической стране и сейчас живут, между прочим, и они понимают, что материковый Китай завтра их поглотит полностью и внедрить ту политическую систему, которая есть на материковом Китае, именно тоталитарный, подавляющий человека, они это пугаются, и миллионы выходят на улицы, вы видите и должны знать, сегодня были объявлены результаты выборов, городские советы, так называемые местные парламенты в Гонконге, победили демократические силы, разгромив представителей материкового Китая, это те люди, которые пять месяцев стояли на улицах и боролись с представителями материкового Китая, 7 миллионов человек живет в Гонконге, но они сумели отстоять свою свободу против полутора миллиардов, против материкового Китая, А что нам стоит добиться перемен нас более 18 миллионов человек, а тех, кто контролирует власть, максимум 200 человек во главе с Назарбаевым, реально вся власть у него сконцентрирована, поэтому когда мы говорим, что мы хотим перемен, в первую очередь мы должны добиться перемен своими силами, и конечно же Запад, если он подписал какие-то договора, он должен видеть, что наш народ недоволен, он выходит на митинги, он выходит на пикеты, он пишет им имейлы, обращается в твиттер, выставляет фотографии, живые свидетели рассказывают о пытках, о преследованиях, гражданские активисты рассказывают о том, что они просто вышли на пикеты, их арестовали, посадили на 15 суток, они подвергались пыткам, избиениям, когда представители европейского сообщества это видят, они говорят, друзья, о чем здесь речь, договора же не исполняется, права человека не соблюдены, права на митинг нет, эта власть коррупционная, она пытает людей, здесь миллиарды политическая верхушка ворует у граждан, это не соответствует нашему виду цивилизованного общества, вот что скажет Европа, европейское сообщество, но она это все скажет только тогда, когда мы громко скажем, что это правительство коррупционное, что оно нарушает наши права, я знаю, что есть такое видение, многие говорят, нет, Европа и США ничего не будет делать, им выгодно, они качают нашу нефть и так далее, уважаемые друзья, это очень наивное и неподготовленное мнение, я объясню почему, в масштабах мировой торговли доля, например, России менее одного процента, Россия самая большая в мире страна по размерам своей территории, живет около 145 миллионов человек, вот представьте себе, живет около 145 миллионов человек, бывшая империя огромная и доля в мировой экономике у нее менее одного процента, а Казахстан по своим масштабам экономики минимум в 10 раз меньше, чем Россия, значит, наша доля, если у России 1%, у нас в 10 раз меньше, значит, наша доля в мировой экономике составляет долей процентов, то есть, если на карте мира Казахстан пропадет со своей нефтью, с металлами и вообще вот просто его не будет вырезать его, мир даже не заметит, что вообще есть такая страна Казахстан, чтобы вы понимали, что наше участие мировой торговли микроскопическое, мир его не заметит, эту нефть за один день просто так щелкнет, Саудовская Аравия нажмет на кнопки и нефть польется дополнительно, у них резервы большие, или Иран, или Ирак, или какие-то другие страны, поэтому наш экспортный потенциал порядка 90 миллионов тонн мировой торговли даже не заметит, никто не заметит, да, у нас там металл тоже поставляется, то же самое, микроскопическая доля мировой экономики, поэтому единственная угроза, которую Европа или Соединенные Штаты воспринимает, это политическая дестабилизация, в чем она заключается, она заключается в том, что миллионы беженцев могут хлынуть к соседям или то же самое Европу, вы же прекрасно знаете, что Европа сейчас страдает от того, что после войны в Сирии миллионы беженцев, несколько миллионов в Турции и часть хлынула в Европу, ну, представьте себе 10 миллионов казахстанцев хлынут в Европу, 10 миллионов это десятки миллиардов долларов для Европы, потому что тогда Европа будет вынуждена создавать лагеря беженцев, кормить, обучать этих людей, строить жилье, это десятки сотни миллиардов долларов, чтобы не было никого иллюзии, Европа только этого боится, дестабилизации и что миллионы беженцев к ним хлынут в Европу, а Европа это цивилизованные страны, они не будут с автоматами стоять стрелять беженцев, они не будут закрываться колючим проволоком, они все равно этих беженцев будут вынуждены принять на территории своих стран и кормить, и обучать, интегрировать, это не десятки, а сотни миллиардов долларов, вот чего они боятся, поэтому нет, не должно быть ни у кого иллюзии, что якобы Европа и США просто им выгодно существующие режимы, потому что якобы за бесценок качают нефть и другие ресурсы, это не так, во-первых, все это продается все равно по международным контрактам, на уровне международных цен, ни у кого не должно быть иллюзии, другой вопрос в том, что нашим работникам, эти владельцы в лице Назарбаева и его окружение платят почти ничто, ну нефтяники получают в среднем около, ну до 500 долларов, 300, 400, 500 там долларов, да, в месяц, а в мире они получают в среднем минимум 10 тысяч долларов в месяц, и вот эта разница уходит в карманы политической верхушки, они покупают за рубежом недвижимость, держат счета здесь, миллиарды долларов, если не в Европе, то в банках, которые подчиняются международным стандартам, а что значит подчиняться международным стандартам, значит, они тоже могут проводить расследование и доказывать, что эти деньги незаконны и изымать, арестовывать, то есть капиталы этой политической верхушки перетекают в Европу и США, они уязвимы, чтобы вы понимали, они уязвимы для их ареста, для преследования и конфискации этого имущества, поэтому, уважаемые друзья, ни у кого не должно быть иллюзии, у нас размер экономики карликовый, и Европа и США абсолютно не обеспокоены тем, что ну якобы вот если они будут неправильно с точки зрения режима Назарбаева с ними выстраивать взаимоотношения, то якобы у них будут проблемы с покупкой нефти, нет, абсолютно они в другом месте купят и даже не заметят, чтобы не было иллюзий, то есть что мы должны сделать? Мы должны оказать давление, мы должны проинформировать представителей Совета по сотрудничеству ЕС Казахстан о том, что у нас неблагополучно, что нарушаются права, мы в принципе все это озвучили, сейчас в социальных сетях существует подробная информация, кто приезжает, как нужно обращаться в Twitter, Facebook и все прочие социальные сети, кому нужно обращаться и что писать, какие будут последствия, вот представьте себе теперь обратную ситуацию, мы нашу нефть продаем в основном за рубеж, не в России, у которой своей нефти много, не в страны СНГ, а именно за рубеж, в основном в Европу, так вот уважаемые друзья, представьте себе, что Европа говорит, нет, вы не выполняете международные договора и мы отказываемся покупать вашу нефть, вот представьте себе, что в нефтяном секторе работает минимум полмиллиона человек, а реально зависимость, ну минимум пару миллионов, это несколько регионов, Мангестау, Атрау, Уральск, Ахтубе, Хзларда, потом их доходы попадает в центр в Астану, он там строит Астану, куда-то раскидывает деньги, крадет, и вот представьте себе, что вот эта вот халява так называемая будет прикрыта Европейская сообщество скажет, мы вашу нефть не будем покупать, это будет катастрофа, Европейская сообщество скажет, мы не будем покупать ваши металлы, которые в рамках мировой торговли ничего не составляют, вообще ничтежнейшей доли, это будет катастрофа для нашей страны, потому что нефть и сырье, металлы, все прочее, это составляет основу нашей экономики, вот каковы последствия, масштабный, но для того, чтобы это произошло, мы должны активно действовать, мы должны показывать, да, безусловно, завтра европейское сообщество не скажет, что все, мы вот не покупаем вашу нефть и так далее, они действуют дипломатическими механизмами, оказывают давление, замораживают торговые отношения, уменьшают, уменьшают объем инвестиций, кто-то из вас скажет, нам не нужны инвестиции, он заблуждается, потому что эти инвестиции запада строятся разные промышленные объекты, и вы там получаете рабочие места, соответственно, эти рабочие места формируют налоги, отчисление бюджет, и эти налоги, отчисление бюджет, выплачиваются, заработную плату бюджетным работникам, выплаты пенсионерам и так далее, поэтому у вас не должно быть иллюзии, что нам инвестиции якобы не нужны, или наоборот, что без нас запад помрет, не помрет, а вот что с нами будет, если запад не будет покупать нашу продукцию, я вам просто показываю, это будет катастрофа, ну и на 5 минут, представьте себе, что Казахстан не производит ничего, самолеты не производит, интернет западный, телефоны западные, оборудование, которое производит даже макароны, западные, вот представьте себе, что запад говорит, мы замораживаем отношения, самолеты прекращают ремонтироваться, интернета у вас нет, машин нет, лекарств нет, одежды нет, мебели нет, ничего нет, вы понимаете, в какой уязвимой ситуации находится Казахстан, ужасающий, это все связано с той самой политикой, которую проводил Назарбаев, поставлял сырье на запад, крал, обогащался, эти деньги не шли в экономику, не строили заводы, не строилось, не организовывалось собственное машиностроение, когда мы могли производить то или иное оборудование, то есть у нас вообще ничего нет, и наша зависимость от запада просто катастрофическая, чтобы было понимание, даже зерно мы продаем в разные страны за пределы страны СНГ, даже зерно мы не сможем продавать, одним словом, это будет для страны катастрофа, чтобы вы понимали, уязвимость нашей страны, поэтому мы те самые граждане, которые недовольны существующим режимом, но султана Назарбаева, должны использовать все возможности для оказания давления, во-первых, внутри страны мы сами, безусловно, должны действовать, объединяться, эта часть отдельная, но сейчас сегодняшний эфир посвящен именно международной торговли, нет свободы, нет торговли, да, конечно, вам кажется, что мы сами себе хуже сделаем, нет, на самом деле существуют различные законы, в частности, вот закон Магнитского, который стал глобальным, он сейчас принят в Америке, принят в Великобритании, принят в Балтийских государствах и ряде других, и сейчас его действие расширяется, и если этот закон находит тех людей, которые виновны в коррупционных преступлениях, в преступлениях против своего народа, а таких преступлений режим совершил множество, вы прекрасно помните расстрел Жанна Узиене, когда погибло огромное количество людей, и официальная статистика их скрывает реальную картину, вы знаете, как этот режим так же пытает, как и Китай, наших граждан в тюрьмах, как неправомерно происходят аресты, и этот глобальный закон Магнитского, если мы объеднимся, если мы будем давать свидетельские показания, если мы будем собирать эти факты, не просто дядя Сэм, иди, накажи и Назарбаеву, нет, так не работает, мы сами должны собирать факты, мы должны действовать, мы должны показывать, что совершены преступления, и тогда у нас есть возможность, чтобы этот закон заработал против наших высших должностных лиц, во главе с султаном Назарбаевым, у которого, между прочим, нет международного иммунитета, у него иммунитет внутри страны, который он сам себе там нарисовал, что он не подсудный, и все прочее, он сейчас не президент страны, у него нет иммунитета, и он может быть подвергнут преследованию западным законодательствам, западным правосудием, что это значит? Это значит, что у нас сейчас есть прекрасная возможность оказать давление на режим, начать преследование, но это не работает тогда, когда молчим, это работает тогда, когда мы действуем. Поэтому, уважаемые друзья, 26-27 ноября я хочу привлечь ваше внимание, заседает Совет по сотрудничеству и есть Казахстан в Астане. И мы имеем возможность высказать свой протест, рассказать правду, прийти на пикет с различными блокадами требований, привлечь внимание представителей ЕС к Казахстану. И тогда мы можем воспользоваться теми возможностями, которые реально сейчас существуют. только в последнее время мы стали пользоваться теми возможностями, которые реально есть, нам предоставляет европейское сообщество. 14 марта в Европарламенте было слушание по правам человека и в резолюции, связанной с правами человека, было озвучено, что более 500 человек в Казахстане за участие на различных пикетах и митингах подверглись неправомерному преследованию. Более 500 человек по фамилии они известны представителями Европейского сообщества Европарламенте. В этой же резолюции сказано, что демократический выбор Казахстана мирная оппозиционная организация, целью которого является построение демократического государства. Это именно Европейская резолюция Европарламенте. Уважаемые друзья, именно это нам позволит оказать давление, использовать рычаги давления, пользуясь различными конвенциями и соглашениями, которые подписал Казахстан. Я вам привел пример. И потом вы не забывайте, что у нашей политической верхушки активы все за рубежом. И если не будет воспринято такое дипломатическое давление, как правило, Европа начинает применять другие рычаги, арестовывать, счета, закрывать визы для этих чиновников. Давайте мы воспользуемся, давайте мы используем все возможности борьбы, не только объединяться внутри страны, это безусловно ключевой фактор, мы должны внутри страны своими силами добиться перемен, но нам же Европа готова помочь, нам Соединенные Штаты готовы помочь, но кто будет помогать безмолвствующему, молчащему, не протестующему, вы посмотрите, что произошло в Гонконге, в Гонконге в течение пяти месяцев сотни тысяч и миллионы выходили на улицы и что, теперь Конгресс США принял специальный закон, который обязывает правительство США докладываться ситуации по правам человека и целый пакет санкций готовится и применяется против Китая, а это почему происходит? Потому что народ активный, народ Гонконга супер активный, и мы тоже получим поддержку международного сообщества, не так Сэм, едино, помоги, а тогда когда нас сотни тысяч будет выходить на улицы, мы будем протестовать, мы будем обращаться к этим представителям Совета по сотрудничеству ЕС Казахстан 26-27 ноября мы будем говорить правду о нашей стране, мы привлечем внимание к тому беспределу, который происходит в Казахстане и только тогда мы получим поддержку. Так что уважаемые активисты, я приглашаю вас 26-27 ноября прийти к офису ЕС в Астане, выразить протест, прийти с плакатами, сами тексты плакатов мы озвучили, давайте мы окажем давление на правительство Казахстана, воспользуемся нашими возможностями, воспользуемся пунктами договоров по сотрудничеству между Казахстаном и ЕС. Это реальный рычаг Алга-Казахстана.